так парни всем привет ссылка банок с ссылками на дружественные мне канала по левую руку вверх углу от вас да те кто смотрит с мобильных устройств и ссылки в описании из чего хотелось бы начать наверное с того что кто начинает заниматься плотно ютубом ну грубо говоря планирует заниматься плотно ютубом или уже занимать он должен понимать что чем дальше чем дальше влез тем скажем так жирнее партизаны ну и тут речь на самом деле пойдет о том что чем больше ты начинаешь этим заниматься более скажем так конкретнее тем дороже начинает youtube тебе обходиться как позже я наверное все таки посчитаю во сколько мне стали все та или иная приблудой все вместе сколько это стоит данный момент уже то есть там камера экшн камера на сегодня мы поговорим с вами про диктофон диктофон короче sony icd px 440 конечно ничего скорее всего полезного вы из этого видео для себя не почерпнете так что если кому-то кто-то что-то ожидал там сверх какое-то разоблачение то микрофон еще что-то можете просто поставить палец вниз и выключать а кому все таки интересно какие-то тупо распаковки можете смотреть дальше но не знаю я просто самому интересно что там идет комплекции как бы вообще русскоязычных обзоров на такого рода подобную технику там на камеры экшн на вот эти диктофоны фактически грамотных нет я не претендую то что я сделаю прям супер обзор который сдает зарвет youtube просто я вам покажу в данный момент что там есть комплекте вообще чем я руководствовался при его выборе а дальше мы с вами уже как-нибудь после когда его опробую когда уже конкретные пойму как им пользоваться мы наверное с вами еще разок а этом чудо девайсе поговорим давайте начнем с того что скорее всего цену вы можете посмотреть в интернете называть его мои не буду но я взял с какой-то типа охрененной скидкой короче дешевле всех цен которые есть есть короче на сайтах коробка довольно таки увеситые друзья заявленный вес микрофона 75 грамм диктофона одна короче эта макулатура висит наверно не знаю сколько здесь разные мануалы на разных языках по моему всего мира начиная словацкого и кончая наверно каким-нибудь наречием африканского племени которые неизвестно еще даже человечеству это не может не радовать принципе если соня зовут такая так о своих потребителях здесь у нас гарантия как-то как как-то непонятно наклеена на сзади сзади коробки в этом наклеена конечно из букву диктофон мады лин чина надо чтобы как-то в пайна в пакет пакет на пайн что ладно него все характеристики все грубо говоря всю информацию можно подчеркнуть в интернете а здесь даже на русском языке есть ладно давайте ближе к делу посмотрим сам этот саму эту приблуду батарейки в комплекте что опять же тоже хорошо скажем так что это не скажем так что это не последнее приобретение друзья дальше еще к нему нужен микрофон грамотный который будет нормально полноценно работать и хорошо писать что youtube становится все дороже и дороже обходится вернее кто если мне не верит можете пройти на канал андрей к и поинтересоваться поинтересоваться у него сколько он взял себе камеру я не думаю что он собирается на эту камеру снимать свадьбы какие-то мероприятия еще что-то так чисто для ютуба отсек для батареек как в кадр то попасть я никак не привыкну к этой камере короче две пальчиковые батарейки формата 3а ладно давайте по порядку наверное что я вообще как все это началось ну началось это все с приобретения экшн камеры приобретая экшн камеру как-то сразу я не задумался о том что звук пишет она через аквабокс вообще отвратительно без аквабокса ее использовать реально конечно но чревато последствиями если вы где-то используете на улице можете попасть под дождь грязь пыль все это негативно скажется на работе экшн камеры заметить экшн камеры и скажем так наводочки одного человека с youtube а виктор то ли у него называется канал виктор дума то ли виктор дюма я так и не понял английский язык я не знаю он мне горит я вот пользуюсь диктофоном sony пикс там 333 взял себе на смешную цену 50 долларов но я не знаю когда он брал я начал искать эти пиксы 333 и оказалось что такой цены 50 долларов давно на них уже нет цены идут опять же от четырех там грубо говоря 4 400 ты 1000 рублей и кончая 5 с лишним но смысл в чем начинаешь смотреть характеристики начинаешь сравнивать какие-то характеристики и тут я наткнулся на вот этот диктофон который пикс 440 и оказывается он пишет в стерео формате то есть он записывать стерео а пикс 333 записывает моно и на тот момент тут с этой скидки это диктофон оказался гораздо дешевле чем тоже пикс 3333 который пишет моно ну правильно надо брать за ответственно что лучше давайте поближе посмотрим что у нас здесь слот для micro sd для карты не знаю как соневской сама карта которых playstation было идет регулировки громкость включение выключение на какой-то поворот я говорю это надо еще разбираться очень долго и нудно я честно сказать не знаю вообще что там вообще-то диктофон довольно таки легкий я думал что уходим тяжеленький будет динамик запись стоп перемотки всякие темар какой-то фолдер меню короче микрофон довольно таки хорошо напичка на самом деле диктофон еще одна один плюс на который стоит обратить внимание то что юсби скажем так выход здесь находится внутри диктофона то есть он ведь выдвигается сдвигается то есть вам опять же не нужен никакой шнур к нему дополнительно то есть если вам где-то надо скинуть информацию хотя по заявленным характеристикам диктофон очень долго снимает на двух батарейках он работает там где до 100 чуть ли не часов там что-то можно создать и 400 папок короче опять же повторюсь кому не интересно сразу выключайте ну то есть самый оптимальный вариант ну конечно начинаешь искать какие-то варианты подешевше то есть там тоже самое олимпус какой-нибудь панасоник samsung и просто судя по характеристикам цены в принципе везде на скажем так средний среднячковой модель такого плана они одинаковые но по характеристикам вот этот вот диктофон он выигрывает то есть здесь 4 гигабайта встроенной памяти изначально идет плюс поддержка micro sd и плюс этих самых их соневских карт памяти тоже понимаете то есть ее можно еще увеличить то есть до 32 гигов можно флешку вставить а все дешевые скажем так бюджетные диктофоны panasonic и samsung они не поддерживают расширение у них нет слота для карты понимаете о чем тут речь то есть смысл какой если уж брать что-то так надо брать что-то уже более-менее полноценное грубо говоря чтобы потом не жалеть я вообще долго не жевался и думал опять же как бы нашел его заказал он уже приехал в пункт выдачи и я начал сомневаться думаю а может зря его заказал может не стоит его брать но все-таки бабки то не лишний в принципе правильно потом думаю ладно хрен с него возьму почему потому что если сейчас я не возьму а потом просто тупо буду жалеть о том что я не взял по-любому сейчас скидочки какие-то еще чего-то а потом скидок этих нибудь ты будешь потом локти как говорит скусать hold power of урон включил включился включать одним движением вниз тут фигурки русский язык здесь должен быть все же должно выдавать ладно сейчас посмотрю как его настроить потом продолжим примерно как то так он пишет звук с расстояния наверно сантиметров 50 не знаю все это пробу все это пока методом тыка будет происходить потому что бумажной информации я не особо люблю заниматься то есть читать какие-то мануалы что-то еще все по по ходу скажем так развития единственная функция здесь который мне лично интересно это как правильно называется реакции на голос то есть он начинает записывать при том как ну человек говорит и он включается начинает взять запись свою то есть это должно ну наверное упрощать как-то какие-то скажем так действия в каких-то походных условиях то есть не надо постоянно доставать его включать выключать еще раз повторюсь да к нему нужен полноценный микрофон достаточно наверное грамотно это где-то еще две с лишним тысячи скорее всего если не добавить я не знаю по этому диктофону лично меня только одни положительные эмоции в принципе но это лучше вариант чем брать что-то более скажем так дешевое это даже скажем так дешевый вариант то есть в районе 5000 лучше вы скорее всего ничего не найдете по той простой причине потому что на нормальные как они правильно называются рекордеры с каким-то функционалом грамотным ох стоит уже 10 11 12 но нам наверное рано пока об этом задумываться спонсоров у нас богатых нет для наших скажем так любительских съемок в принципе будет и этого вполне достаточно если грамотно разобраться а теперь надо разобраться еще с программами как это все синхронизировать чтобы звук попадал грубо говоря на движение ну ладно разберемся давайте короче как всегда палец вверх кто не ставит тот как говорится вонючка кому не понравилось видео ставим по старой доброй традиции палец вниз это тоже поднимает рейтинг канала и видео в целом топах а я за всем прощаюсь всем удачи всем пока